Прекрасно. Вы видите мой экран? А слышите ли вы меня? Да, мы вас и видим, и слышим. Точнее, мы видим ваш экран. Прекрасно. Замечательно. Очень хорошо. Здравствуйте. И прежде чем я начну, я хочу сказать спасибо, потому что я работала с Гарретом и с Институтом имени Скотта, Институтом полярных исследований. И я очень тепло отношусь к России. Я детство свое провела в Москве, и я с огромным удовольствием, когда предоставится возможность вернуть в ваш чудесный город. Поэтому большое спасибо еще раз за то, что пригласили меня выступить на этой конференции сегодня. Несколько слов о себе. Меня зовут Анна-Мария Траффайер, и я работаю в Европейском космическом агентстве в климатическом офисе. Вы слышите меня? Там был какой-то посторонний звук. Извините, там был какой-то посторонний звук. Я заволновалась, что, может быть, прервалась связь. Хорошо. Итак, я занимаюсь криосферой, я занимаюсь мониторингом снежного ледового покрова, и я защитила кандидатскую в Институте имени Скотта по районам вечной мерзлоты. И я провела некоторое время для этого исследования на Ямале, но это было уже довольно давно. Я знаю, что эта конференция посвящена растительному покрову высокоширотных регионов, и это немножко выходит за область моей компетенции. Однако, позвольте сегодня рассказать вам о том, в чем я хорошо разбираюсь, а именно о том, каким образом Европейское космическое агентство сейчас создает операционную спутниковую систему для мониторинга Земли и климата. Эта презентация родилась по результатам работы, которой мы занимаемся в климатическом офисе в Великобритании, а также в директорате ЕК, который занимается ДЗЗ, и климатический офис является небольшим подразделением этого более крупного управления директората Европейского космического агентства. У меня камера отключена, но я надеюсь, что это не страшно, раз вы видите мои слайды, и этого должно быть достаточно. Итак, климатический офис в основном занимается реализацией инициатив в сфере борьбы с изменением климата, и основная наша задача — это описание климата Земли и изменений климата. Мы это делаем, собирая долгосрочные данные по климату и используя спутниковый архив, архив космических наблюдений. Что такое запись данных о климате, это данные, которые рассказывают нам об изменениях климата. Возможно, они небольшие, они происходят в течение длительного периода времени, это не те же самые изменения, которые нам нужны для того, чтобы прогнозировать погоду. Но вот такие данные по климату, они рождаются через объединение данных с наземных, морских, воздушных, космических платформ наблюдения. Зачем мы этим занимаемся? Позвольте сделать шаг назад и рассказать о предыстории вопроса, а именно о международном сотрудничестве в мониторинге климата. В 1987 году все страны, участницы Организации Объединенных Наций, приняли контролярский протокол по борьбе с разрушением озонового слоя. Вы знаете, что озоновый слой — это поле, которое снижает объем ультрафиолетового излучения, которое мы получаем на поверхности Земли. И в середине 80-х годов над Антарктикой появилась огромная озоновая дыра. И с космосом для нас это очень удачная точка наблюдения. Мы можем следить за изменением разных переменных. Извините, пожалуйста, Анна-Мария, а вы слайды будете листать, потому что мы продолжаем смотреть на ваш первый слайд? Ой, извините, пожалуйста. Может быть, если вы запустите режим слайд-шоу, может быть, получится так? Нет, а я на своем экране все видела как надо, то есть слайды у меня менялись. Давайте я попробую по-другому показать вам слайды. Потому что сейчас мы видим вашу заставку. Мы видим первый слайд PowerPoint-а, причем не в режиме полного окна, а в обычном режиме редактирования. Может быть, вы запустите слайд-шоу каким-то образом? А, да, наверное. Ну, может быть, потому что я передел... А, ну, подождите, я знаю, что делать. Я знаю, что делать. Две секунды. Я знаю, чем это вызвано. Давайте я сейчас отсюда выйду, туда зайду. Приношу вам свои извинения. А мне не хотелось. У меня тут два экрана сейчас открытые, и я надеялась, что обойдется одним экраном. Ну, хорошо, видимо, придется работать с двумя экранами. Ничего страшного. Тогда я пойду вот так и сделаю вот это. Да, извините, пожалуйста. А, теперь мне понятно, о чем вы говорите и что вы видели. Вместо сменяющихся слайдов. А теперь слайды меняются? А мы видим первый слайд. Может быть, вы остановите демонстрацию и запустите ее снова, потому что, может быть, зум показывает нам по-прежнему ваш старый экран. Ох! Вот этого я и боялась, потому что я сейчас работаю через браузер, и... Да, нужно остановить демонстрацию. Так, а вот так видно? Не меняется. А у нас меняется. У нас меняется. У нас меняется, говорят другие коллеги. Да, мы видим, как оно меняется. Ой, извините, пожалуйста, что так получилось. Хорошо. Давайте тогда я все-таки покажу вам эту небольшую анимацию и вернусь к основной мысли. Что я хотела сказать? Что мы осуществляем мониторинг ряда геофизических параметров из космоса, которые очень важны для международного сообщества, климатологов и других специалистов. В том, что касается международного сотрудничества по климату, у нас эта область деятельности только расширяется вместе с Всемирно-метеорологической организацией. ООН организовала МГИК и в 1988 году это произошло, и, наверное, это один из самых важных шагов в процессе определения антропологенного воздействия на климат, и данная группа выносит свои рекомендации, определяет основные стандарты, нормы, можно сказать, в сфере изучения климата. В 1990 году МГИК опубликовала первый отчет об изменении климата, в котором, как нам сегодня очень хорошо известно, было написано, что именно человек отвечает за глобальное потепление, за выбросы в атмосферу, и там звучал призыв к человечеству объединять усилия и договориться о целевых показателях по снижению выборов в дальнейшем. В 1992 году была подписана РКИК, Рамочная конвенция по изменению климата, в качестве основополагающего документа, но мы понимаем, что политика должна отталкиваться от данных науки, и понятно, что в лицепринимающем решении очень было важно услышать голос научного сообщества. Тогда же была основана глобальная система наблюдения за климатом, она известна в узких курагах широко как G-COS, и она была нацелена на то, чтобы системным образом собирать определенные параметры для описания климата Земли и его изменений. И именно тогда родилась эта идея существенных переменных, климатических переменных. Во время 13-й встречи сторон в 2007 году на Бали было указано на то, что у нас нет адекватного долгосрочного мониторинга из космоса для того, чтобы точнее описывать процесс изменения климата. И тогда было принято решение, что необходимо ситуацию изменить, и нужно было организовать какую-то долгосрочную миссию или какую-то базу данных, в которой собирались бы непротиворечивые данные с высокой степенью достоверности, с помощью которых можно было бы принимать какие-то решения. Соответственно, Европейское космическое агентство запустило инициативу, которая как раз была направлена на то, чтобы разрабатывать тематические продукты и вести соответствующий учет климатических данных. То, о чем я сегодня рассказываю, это результат деятельности Climate Change Initiative. Climate Change Initiative известна как CCI, это программа мониторинга изменения климата ЕК, и это один из элементов пазла, с помощью которого мы вынимаем лучше Землю из космоса. Второй элемент, это программа Европейского Союза ЕК была полномочена разработать будущие спутниковые миссии, об этом я расскажу в дальнейшем своей презентации, и это второй элемент пазла. Но сначала я расскажу про программу CCI, Climate Change Initiative, потому что именно ею мы занимаемся в нашем климатическом офисе. Итак, из 54 существенных переменных без биоразнообразия, которые были выявлены или определенные G-COS. Только 23, по нашему мнению, можно каким-то образом оценить с помощью космических данных. Эта диаграмма показывает вам те существенные переменные, климатические переменные, которые мы считаем можно оценивать из космоса. Мы начали с требований G-COS, отталкивались от тех видов космической технологии, которые могли бы помочь нам оценить изменения климата, и мы думали о том, каким образом объединять эти данные, получать из них долгосрочные ряды и устранять при этом любые ошибки, которые могут возникать в результате интерференции технологий, в результате того, что мы объединяем несколько технологий вместе. Извините. Итак, мы объединяем разные технологии и в результате этого объединения может возникнуть ложно-положительный сигнал. Мы, еще раз, мы взяли требования G-COS в отношении существенных коммунистических переменных СКП и нам необходимо было внедрить какую-то методику управления этими данными, потому что процесс управления это немаловажная составляющая, обеспечивающая качество, поэтому, если вам интереснее узнать о том, как это все было организовано, заходите к нам на сайт, все наши данные практически все являются бесплатными и находятся в публичном доступе. Итак, возможно, вы уже видели эту информацию в предыдущих выступлениях, но мне хотелось привести некоторые примеры продуктов или результатов наших исследований. Вы наверняка слышали про арктические льды и как сокращается их поверхность, площадь поверхности. Этот график получен на основе спутниковых данных. Это микроспутники, которые были запущены еще в 70-е годы, и мы измеряем концентрацию льдов, и эти данные легко можно конвертировать в площадь морского льда. А площадь морского льда это одна из этих самых климатических записей или записей экономических данных. Мы, глядя на эту анимацию, уже понимаем, что для климата дела у климата обстоят не самым лучшим образом, мы можем также проверить более ранние модели изменения климата на новых современных данных. Мы стремимся создать данные, которыми могли бы пользоваться все люди, занимающиеся моделированием климата в мире. Мы также проводим исследования снежной массы в Северном полушарии. Я каждый раз говорю мы, я имею в виду нашу команду, конечно. Мы объединили данные за 39 лет, это спутниковые данные, для того, чтобы рассчитать климатическую запись, которая называется снежная масса, и для того, чтобы скорректировать данные, снизить неопределенность с 33 процентов до 7,5 процентов. Речь идет о неопределенности этих данных в базе данных, и мы теперь на основе этой информации можем анализировать континентальные тренды. Например, по нашим данным, в Северной Америке снежная масса сокращалась на 46 гигатонн за десятилетие. То есть это период времени, примерно с 82 по началу 90-х годов. Вот еще один интересный параметр вечная мезлота, безусловно, это подповерхностные явления, соответственно, мы не можем измерять его напрямую из космоса, но, как вы наверняка хорошо знаете, практически четверть северного полушария покрыта вечной мерзлотой, и спутниковой нужна спутниковая информация для того, чтобы получить картинку в большем масштабе. Как это работает? Действительно, спутники не могут делать измерения под поверхностью, однако мы можем посмотреть на изменения поверхностных характеристик, а есть еще другой подход, мы можем использовать климатические записи со спутников, такие, как наземное покрытие, температура поверхности, снежно-водный эквивалент, это то, что мы используем для того, чтобы рассчитывать снежную массу, которую мы обсуждали на предыдущем слайде, и потом эти данные заложить в модель, с помощью которой мы рассчитываем нагрузку на вечную мерзлоту и температуру поверхности. Естественно, нам нужны наземные данные ин-ситу для того, чтобы валидировать наши продукты и вот эти полевые данные без цены для того, чтобы уточнить наше представление. И если у вас есть данные по точкам в России, которыми вы готовы поделиться с мировым сообществом, то мы будем счастливы, пожалуйста, свяжитесь со мной. Речь идет не только, конечно, о вечной мерзлоте, любое долгосрочное наблюдение, которое вы ведете, для нас обладает огромной ценностью. В CCI очень много всего интересного происходит. Я сейчас рассказала только о некоторых направлениях работы, о тех проектах, в которых я каким-то образом была задействована. и я думаю, что на самом деле более подробно об одном из таких проектов по биомассе вам расскажут коллеги в следующей презентации. А я пока остановлюсь здесь со своим обзором наших проектов и перейду ко второй части моего выступления, а именно о спутниковой нашей программе о Копернике. Мы все уже давно живем с вами в эру спутников и, безусловно, первый советский спутник, запущенный в 57-м году, положил начало этой эры, а дистанционное зондирование Земли появилось чуть позже. На самом деле, оно начал развиваться наверное в 70-е только годы, и наверное мы живем только в начале этой самой эры, по крайней мере, на сегодняшний день мы накопили уже данные за 40 лет. Я надеюсь, что чуть выше я смогла показать, каким образом спутниковые данные за 40 лет и разнымные программы типа CCI ЕК позволяют нам лучше понять наш климат и выявить тенденции, которые сопровождают его развитие. Естественно, выдающейся характеристикой или главной характеристикой полезных климатических данных является их непрерывность. И когда мы работаем с космическими снимками или когда мы запускаем какую-то программу новую, мы должны понять, сколько у нас этих снимков будет. И в идеале, конечно, мы хотели бы, чтобы спутники летали вечно и поставляли нам вечно данные, но у нас уже есть такие подходы и они использовались раньше в отношении метеорологических спутников, спутники ДЗЗ, они не всегда, они не с первого дня исходили из такой идеологии. Первые спутники ЕСА-1, ЕК-1, соответственно, ИРС-1, который нес на себе полезную нагрузку в виде радара для измерения поверхности температуры океанов, они были запущены в 91-м году, ИРС-1, ИРС-2 в 95-м году, и вы можете сказать, что Европейское космическое агентство начало дистанционное зондирование Земли только в начале 90-х годов. И тогда, в 90-е годы, стало очевидно, что у Европы отсутствует долгосрочная стратегия дистанционного зондирования Земли, необходима была программа, которая уже существовала в отношении метеорологических спутников, в которых спутники заменяются на более новые для того, чтобы не прерывалась цепочка регистраций, чтобы у нас была эта самая искомая непрерывность. Коперник отвечает на этот запрос, и, естественно, Коперник, у него очень много задачи, это не только климат, это и метеорология тоже, и вопросы безопасности, и так далее. Мне хотелось бы рассказать, что кроме Коперник, на самом деле, есть еще и другие программы. У нас есть научные миссии, которые используются для того, чтобы тестировать новые технологии в космосе. Это те миссии, которые раздвигают границы науки. У нас есть метеорологические миссии, о которых я тоже упоминала отдельно, которые мы сами построили, а потом Хьюмитсад, наше братское агентство, начал вести эти программы. Это специальное метеорологическое агентство. И есть Коперник. Коперник, это спутники, которые мы построили, которые мы эксплуатируем по поручению Европейского Союза. Коперник, безусловно, поменял даже наше отношение, наверное, к ДЗЗ в Европе. Я думаю, что вы знаете, и я видела несколько презентаций, в которых уже упоминались Сентинеллы. Вы знаете про Сентинеллы. Это программа, которая, конечно, должна была принести нам всем пользу. И сейчас Сентинеллы два у нас созвездия спутников, эти группировки спутниковые, они несут на борту много разных технологий для того, чтобы мониторить отдельные компоненты климата планеты. И да, этот слайд показывает вам, собственно, те спутники, которые в настоящее время находятся на орбите, либо которые в ближайшем будущем готовятся к запуску. Мы начинаем с Сентинелл Анелл. Это миссия в диапазоне С. И Сентинелл 2 мультиспектральная визуализация для того, чтобы лучше визуализировать растительный покров. Но, естественно, там есть много других применений. Сентинелл 3 — это многодатчиковая платформа, и его основная задача — измерять океаны. У него есть радарный альтиметр, и спектрометр, и конический радиометр. Но он используется, естественно, не только в отношении океанов, но и в отношении суши. Один из моих проектов по изучению льда пользуется данными Сентинелл 3 для того, чтобы изучать снежный покров на суше. Сентинелл 4 немножко отличается. Это не спутниковая платформа, это полезная нагрузка, которая будет размещена на метеосате, на домах спутников третьего поколения, который будет выведен на геостационарную орбиту. Сентинелл 5 еще одна атмосферная низкорбитная миссия будет оценивать качество озонового слоя и ультрафиолетовое излучение. В настоящее время на орбите находится Сентинелл 5 П, это прекурсор, это предшественник Сентинелл 5 для того, чтобы протестировать инструменты, а Сентинелл 5 как таковой, тоже появится в космосе в качестве полезной нагрузки на другом метеорологическом спутнике. И Сентинелл 6, последний порядок не по значению в этом списке, он должен быть запущен в эту субботу, если все пойдет хорошо. Сентинелл 6, это радар-артиметр, он является продолжением сотрудничества между американскими и французскими коллегами. И его задача измерять повышение уровня мирового океана, он собирается нам поставлять самые надежные, самые точные данные по уровню мирового океана. Сентинелл 6 также будет полезен для того, чтобы изучать бюджеты океанские, чтобы мы могли лучше проанализировать изменения климата. В этом конкретном случае мы пытаемся понять, насколько наблюдаемый уровень океана может быть объяснен отдельными компонентами этого изменения. То есть мы можем посмотреть на изменения уровней количества льда на суше, мы можем посмотреть на отдельные компоненты океана для того, чтобы понять, насколько, если мы просуммируем все эти вклады, насколько они в результате в сумме дадут нам наблюдаемый тренд и наблюдаемый фактический уровень мирового океана. Я вернусь к Сентинелл 6. Я хочу вернуться сейчас к Сентинелл 6. Я думаю, всем понятно, почему с нашей точки зрения это такая важная миссия, почему мы считаем, что эта миссия должна разобраться, каким образом изменение климата связано с изменением уровня мирового океана. мы очень рады, что это проект коллаборации, да, конечно, между Европейским Союзом и ЕК, но тут еще участвовали партнеры из Хюмидсата, также из НАСА, это один из США, соответственно, это один из проектов, который показывает, что космическая отрасль не признает границ, и мы очень рады, что у нас сформировалось такое сотрудничество. Как я уже упоминала, Sentinel-6, Майкл Фрайлих будет таким имя первого спутника, он в субботу, 21 ноября, должен стартовать из Калифорнии. Если вы хотите посмотреть запуск, пожалуйста, присоединяйтесь. Сегодня утром не состоялся запуск другой, вещь непредсказуемая. Мы очень-очень надеемся, что в субботу все пройдет лучше, чем вчера ночью, вчера вечером в CSAT. Вы понимаете, сколько сил и энтузиазма идет на создание такого спутника, на его запуск. Мы все очень рассчитываем на успех. Но и на этом программа не заканчивается. У нас обширные планы. И на этом я собираюсь закончить свое выступление. На самом деле, сказав вам, что программа не заканчивается, мы планируем дополнительные миссии в серии Коперник Сентинелл. Мы будем отправлять на орбиту другие сенсоры и датчики для того, чтобы полностью оснастить нашу космическую обсерваторию. И мы хотели бы отправить в космос миссию СО2М инфракрасными инструментами. Будет измеряться концентрация углекислого газа и метана. Это другая атмосферная миссия. Это будет еще одна атмосферная миссия. Мы планируем запустить ЛСТМ. Это миссия по измерению температуры поверхности суши. В высоком разрешении мы будем измерять температуру поверхности суши. И естественно основными интересантами являются представители сельского хозяйства. Было бы также интересно этими данными поддержать исследования испарений. Мы хотели бы получить возможность более точно предсказывать засухи в будущем благодаря этим данным. Это тоже важно в плане мониторинга климата. Следующий в этом списке Crystal и мое сообщество в первую очередь заинтересовано в запуске этого компонента. Это следующая миссия, которая очень похожа на текущую миссию Криоса-2. Это топографический альтиметр льда и снега в рамках программы Коперник. Crystal будет спроектировать для того, чтобы определять толщину ледовых масс на Южном и Северном полюсе и для того, чтобы измерять толщину морского льда. Дальше будет еще одна миссия Симор. Симор это визуализация, это микроволновый датчик, который будет мониторить ледовый покров и поверхность океанов. Опять же, в этом запуске будут заинтересованы специалисты по климату океанов. И я знаю, что многие в этом сообществе беспокоятся, что запуск Симор будет отложен и что текущий спутник, вот тот, там миссия, которая сейчас летает, она уже перестанет работать, а этот спутник еще не будет запущен и всех это очень беспокоит. А опять же, я уже говорила, что главная мысль наша это непрерывность регистрации данных, поэтому мы должны приложить все возможные усилия, чтобы Симор отправился в космос по расписанию. И еще два пункта в этом списке РОИЗ-Л это диапазон L и у такого датчика есть очень много тоже разных применений в сельском хозяйстве, в приходстве и так далее. И ЧАИМ, гиперспектральная визуализация, съемка, которая будет проводить спектроскопию для дальнейшего применения данных в сельском хозяйстве. Я, пожалуй, закончу свое выступление на этом слайде, где перечисляются наши будущие перспективы. Мы прошли достаточно большой путь. Сегодня современные вычислительные возможности позволяют нам обрабатывать исторические данные, извлекать из них больше информации для того, чтобы лучше понимать современное состояние климата. и мы живем действительно с вами в эпоху спутников. Мы видим, как меняются границы в ДЗЗ. У нас раньше были миссии, которые опирают в первую очередь на научное любопытство. Сегодня они в большой степени носят практический характер. У них есть конкретные заказчики, у них есть стратегическое значение, у них есть экономические и экологические задачи. И программа Коперник опирается на все эти принципы и почему исходя из этих принципов программа Коперник сегодня развивается. Сегодня мое выступление было, наверное, коротким, но тем не менее позвольте на этом остановиться и сказать, что я с радостью отвечу на ваши вопросы. Большое спасибо, Анна-Мария. Давайте посмотрим, есть ли у нас вопросы. Мария, я буду переводить вопросы на английский, если они по-русски, поскольку у нее не работает синхронный перевод в веб-версии. Пожалуйста, ваши вопросы. Гарри Фрис желает вам хорошего успеха. Ну и пока народ думает, Гарри Фрис передает вам пожелание удачи с запуском. Да, да, спасибо большое. Мы очень надеемся, что нам повезет. поэтому в субботу держите, пожалуйста, сана с кулачки. Коллеги, вопросы по поводу, может быть, по поводу проектов, которые Анна-Мария осветила, или по поводу будущих миссий, текущих миссий. Ждем ваши вопросы. Анна-Мария, большое спасибо за этот подробный обзор деятельности ЕКО. Я думаю, что мы все благодарны за то, что ЕКО это такой бизионер, что у вас есть видение о том, как науку перевести на практические рельсы. Вот эти последние миссии, которые вы называли, чаем в частности, когда они появятся? Вы меня заинтриговали. Это хороший вопрос. Все миссии Коперник, они являются результатом заказа Европейского Союза. Нужен заказ. Мы уже согласовали первый запуск, первую миссию точнее. И у нас есть их согласие на первый проект в списке. там еще такая история, почему он согласован. ЕК оплачивает первый проект, а все остальные финансируют Европейский Союз. Но возвращаясь к вашему вопросу, когда можно их ожидать в течение следующего десятилетия? Вот такой у меня ответ. Ничего лучше я вам не могу предложить. нам только-только зажгли зеленый свет. Теперь мы можем переходить к следующему этапу планирования. И я сама конкретно чаем не занимаюсь. Я сейчас приписана к миссии Розел. Я являюсь наблюдателем для этой группы. И я могу вам что-то рассказать только про нее. для Розел мы ожидаем запуска в конце 2020 годов. Ближе к 30-му. Но нам нужны эти миссии. И они точно появятся. Отлично. Спасибо. Хорошие новости. Да, вы хотели что-то сказать. я вот что хотел сказать. Один из моих ученых недавно мне сообщил, что он хотел бы запустить следующее поколение текущих спутников Сентинелл. Он занимается снегом. Он считает, что у нас пока недостаточные возможности различать снег и облака и нам нужно усовершенствовать технологию. Может быть, мы действительно посмотрим на какие-то другие диапазоны и может быть появится следующее поколение Сентинелл. Вы понимаете, что это такой живой организм, он постоянно эволюционирует и нам нужна какая-то обратная связь от научного сообщества. должны нам сообщить, чего вам не хватает. Может быть, мы что-то упускаем, может быть, вы должны нам сообщить, что вот здесь, на этом снимке мы не можем различить снег и облака. А тогда мы будем думать уже, как решить эту задачу. Вы должны нам сообщить, вы нам должны эту задачу поставить, а потом мы будем искать решение. По поводу снега, вы упоминали про неопределенности в оценке объема массы льда на суше. Вы сказали, что вы смогли эту неопределенность сократить с 40 до 7%, а вот с лесами, как у вас обстановка обстоит? С лесами сложнее? У нас есть способы провести эти расчеты, но я подполагаю, что неопределенность в оценке лесных массивов будет выше, чем неопределенность в оценке областей без растительности. Но я знаю людей, которые являются специалистами в вопросе, если вам интересно, я могла бы вам сообщить их контакты, указать на их публикацию. спасибо большое за информацию, спасибо, что рассказали нам о текущем статусе, о будущем программы Коперник. Мы, безусловно, поддержим вас в ваших будущих миссиях. Да, пожалуйста.